У меня есть слово для вас. Вы готовы? У меня есть читатель профессиональный, потому что мой русский язык очень страдает насчет чтения. И мы начнем, открывайте ваши Библии, мы начнем с первого, это первое послание, которое мы будем открывать, это Луки, 5 глава, с 1 стиха до 11. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божье, а он стоял у озера Генесарецкого, Увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил на лодку из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону, отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. Симон сказал ему в ответ, наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закинуй сеть. Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась, и дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки так, что они начали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный, ибо ужас объял его и всех бывших с ним, от этого лова рыб, ими пойманных». Так же и Иакова, и Иоанна, сыновей Завидеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус, «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь, за Твое слово. И мы просто провозглашаем над этой атмосферой, что это не просто будет слово, которое написано в исторической книге, но это будет откровение нам сегодня. Мы благословляем Тебя, Иисус. Спасибо, что Ты здесь. Все сказали? Аминь. Сегодня я хочу на несколько минут просто с Вами поговорить на эту тему, которую я называю переполнение. Правильно пастор сказал? Переполнение. Скажите своему соседу, что Бог хочет, чтобы ты переполнялся. Если вы любите записывать проповеди, можете это назвать переполнение. Аминь. Вы знаете, Бог не хочет, чтобы мы просто имели то, что нам хватит. Но Бог хочет, чтобы мы переполнялись. Это Его характер. Я хочу вам показать это через Библию. Его характер не то, чтобы у вас просто было, чтобы прожить. Но это характер Бога, чтобы у вас было больше, чем вам надо. Тот, кто не верит, это не мое мнение. Все мои мнения я от Иисуса беру, от Его учения. Аминь. Бог хочет, чтобы мы переполнялись. Мне очень нравится один стих. Это Яна 10.10. Там что-то написано, что враг пришел, чтобы что делать? Три вещи. Украсть, убить и погубить. Если честно, он профессионал по этому. Он лучше делает это, чем самый крутой бандит, который покаялся здесь, сидит. Он самый лучший вор. Он самый лучший убийца. Он профессионал. И он это очень хорошо делает. Но я так рад, что этот стих не заканчивается этой фразой. Но этот стих продолжается. Вы знаете, мы уже имеем конец истории, и мы уже знаем, что мы победили. И не знаю, что вы сегодня проходите в своей жизни, но Бог хочет вам сказать, что Он уже знает конец истории, и вы уже победили. Если вы не сдаетесь, вы победили. Знаете, мне Бог, я когда сюда летел, мне Бог что-то показал очень интересное. Мы не можем проходить. Это даже не тема, но я просто хочу высвободить это. Есть два варианта в нашей жизни только. Два. Только два. Все, что мы проходим, это мне Бог показал на самолете, я смотрел. И смотрите, все, что мы проходим, то, что нам кажется, что невозможно, или это семейное, или это в браке, или это с детьми, или это финансово, может, в твоей карьере, в школе. Все, что мы проходим, и оно сложно для нас. Есть два варианта для христиан. Один вариант. Бог сказал, что я никогда вас не проведу то, что вы не сможете пройти. Никогда. Значит, если вы это проходите, он уже имеет ответ. И мы должны знать в нашем менталитете, даже если мне кажется, что я не могу. Бог сказал, что я пройду. Только если я не сдаюсь. Если я сдаюсь, это тоже ваше право. Если хотите сдаваться, вы можете сдаваться. Но все, что вы проходите, будет это болезнь, может, это что-то другое, катастрофическое, что в жизни проходит. То есть, Бог сказал вам, что никогда он уже поставил все в тебе, что надо, чтобы пройти этот момент. Это один вариант. Все уже в тебе, что тебе надо, чтобы пройти. Второй вариант. Если оно не в тебе, чтобы пройти, значит, он будет делать. Или он в тебя поставил силу, чтобы пройти это. Сам это решить. Или ты просто отдыхай. Это называется покой. В покое Бога, говорит Господь, это реально невозможно. И просто улыбайся. Потому что ты уже знаешь, что Он сделает. Аминь. У нас эти два варианта. Или в тебе оно уже есть, или оно в Христе. Больше вариантов нет. И смотрите здесь, что очень интересно в этой истории, в этом стихе. Враг пришел что-то сделать. Но слава Богу, что Иисус тоже пришел. Слава Богу, что это не закончилось грехом Адама. И что мы еще не живем в этой системе. Но слава Богу, что пришел Иисус Христос. Слава Богу, что Иоанн, когда пришел, Он тоже что-то с собой принес. Он принес с собой что? Он принес, чтобы дать нам что? Жизнь. Не только жизнь, а что? С избытком. Вы понимаете, для кого это жизнь, и для кого это избыток? Кому это? Жизнь это тебе, все, что тебе надо, а избыток это переполнение. Переполнение это не для тебя. Сейчас я вам что-то расскажу. Все, что тебе надо, Бог уже дал тебе. А Бог хочет переполнять не для тебя, а для тех, которые вокруг тебя. Бог тебе хочет давать больше денег, чем тебе надо. Это его характер. Он хочет тебе дать больше, потому что Он знает, вокруг тебя есть люди, которые нужда, и они не понимают, что у них есть. Бог тебе дает больше любви, чем тебе надо, потому что Он знает, что эта любовь должна пространяться другим людям. Бог тебе все дал, что тебе надо. Он, жизнь это тебе, а избыток это для людей, которые вокруг нас. Бог хочет, чтобы ты преуспевал. Почему? Не то, чтобы ты мог хвастаться, о, у меня машина, о, у меня дом, о, у меня, то, у меня, то, у меня. Видишь, какой я крутой. Нет, это не для тебя. Ты преуспеваешь, правильно слово, прусский? Для других. И я верю, это пророческое слово для этой церкви. Эта церковь будет иметь крутых бизнесменов, я это знаю, но это не будет на ихних плечах, чтобы все делать. Это вся церковь, мы все тело Христово, и мы все будем делать. Мы все будем помогать, мы все будем высвобождать, потому что в тебе есть все, что надо этой церкви. Эта церковь не имеет ни одну нужду. Почему? Потому что ответ уже в теле Христовой. Правда круто? Все ответы, которые нужны этой церкви, они сидят здесь и на следующем потоке. Они уже здесь. Все ответы здесь. Иногда мы просто не понимаем, что ответ в нас. Аминь. Видите, она говорит, мы понимаем. Вот один человек понимает, слава Богу. И смотрите, эта история, я хочу два стиха очень быстренько прочитать. Я целую тему проводил вчера утром, пожалуйста, послушайте ее. Это тема на то, что все то, что Бог дал для нас. Я хочу просто два стиха очень быстренько прочитать. Это 2 Петра, 1 глава, 2 до 4 стиха. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога. Благодать и мир вам что? Умножится. Как благодать и мир может умножиться? Она уже идеальная. Она только может умножиться, когда мы имеем откровение, что оно есть. Тем больше откровения ты имеешь о Боге, тем больше ты принимаешь то, что в Боге. Давай еще, еще. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Все, чуть-чуть, иногда, только когда мы даем, только когда, в эти моменты, которые нам кто-то дал. Что у нас есть? Все. Вы знаете, я в греческом посмотрел это слово «все», потому что я хотел уточнить, что такое «все». И в греческом написано «все» — это «все». Все. Второй стих говорит, он хочет умножать то, что в нем, он хочет тебе умножать в познании его. Следующий стих говорит, он хочет вам дать, он уже дал. Это уже сделано. Как там написано? Как от божественной силы Его даровано нам. Даровано, уже ударовано все. Следующий стих. Даровано все потребное для жизни и благочестия. Для жизни и благочестия. Жизнь — это все, что мне надо физически в этом мире, и благочестие — все, что мне надо в моем духовной жизни. Натуральная жизнь и сверхъестественная жизнь. На этой земле жизнь и в духе жизнь. Он все тебе уже дал. Я не имею времени на это проповедовать. Пожалуйста, послушайте проповедить. Следующий стих. Все через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божественного естества, удалившись от господствующего мира растления похотью. И опять четвертый стих говорит, он уже дал это, он уже подарил это, это уже твое. И мы теперь можем быть участниками в этом. У вас все, что надо, оно уже вас. Почему вы не, почему мы не знаем это, это потому что мы не имеем откровения то, что Бог нам дал. И здесь написано, в втором, третьем и четвертом стихе, в познании его, тем больше мы стремимся к нему, тем больше мы познаем его, тем больше оно нам высвобождается, оно нам умножается. Халлилуйя! Это Петр говорит, давай посмотрим, что Павел говорит. Павел Ефесянам, первая глава, третий и четвертый стих. Ефесянам, первая глава, третий и четвертый. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе. Благословивший, уже сделано. Не будет благословлять, не только когда, если ты придешь в воскресенье, не только когда тот, кто уже он благословил. Что он благословил? Благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Духовные благословения. Всякие, значит, всякие. Все, что тебе надо. Если ты во Христе, Он уже все дал для тебя, что тебе надо. Я не хочу больше времени на эту идею тратить. У меня есть еще что-то хочу проведать. Мы сейчас пойдем обратно в эту историю, которая в Луки. Мне очень нравится, как эта история начинается. Иисус утром пошел, поспал хорошо. Он вообще бодрый такой, идет по берегу. Вот почему я переехал в Лос-Анджелес. Потому что Бог любит по берегу ходить, я тоже люблю по берегу ходить. Я просто хочу быть как Иисус, знаете. Иисус утром встал, идет по берегу. А почему Иисус идет по берегу? Иисус всегда идет туда, где люди. Почему христиане только идут туда, где христиане? Я с кем-то сейчас поговорю. Почему мы не идем там, где нужда есть? Иисус всегда был там, где люди нужны были. То есть, Он нужен был им. Мы должны не только сидеть здесь. Мы должны быть в тех местах. Я люблю эту церковь, потому что эта церковь в многих местах. И помогает многим разным людям. И многие из вас здесь, потому что кто-то пошел к вам. Они не ждали, потому что вы пришли сюда. И многие христиане приходят в церковь. Слава Богу за это. Это надо. Но вы должны не только здесь сидеть, вы должны уходить отсюда тоже. И идти в те места, где люди нуждаются. Иисус проходит. Вдруг Он видит такая сцена. Я, знаете, из Лос-Анджелеса, Голливуда. Я представляю, как это фильм. И Он проходит. И вот вдруг здесь Петр, Иоанн и Яков. Это порт, где люди ловят рыбу. Я начал изучать этот район. И как здесь рыба. Для меня очень интересно, как там вода течет, как рыбы там плавают. И очень интересно. Петр и Иоанн, они были... То есть Петр, он бизнесмен. Он понимал, как правильно делать. Он блоги писал. У него на Инстаграме миллионы следовщиков были. Он знал, где рыбачить. Он знал, как рыбачить. Он знал, какие инструменты использовать. Он все знал. Он был профессионал. Он понимал, что он делал. Он был крутой бизнесмен. И вдруг, представляете, вы знаете, что ваши силы имеют потолок. Ваши таланты и ваше образование, оно имеет потолок и стены. А вы знаете, когда мы в духе, нету потолка. То, что невозможное, становится возможным. А если мы уповаем на наше разумение, на наш талант, на наше образование, мы не можем взять то, что Бог приготовил для нас. И смотрите, Петр, профессионал, все знает. Он всю ночь рыбачил. Ничего не словил. Вообще ничего. И я просто знаю, я знаю несколько рыбаков в своей жизни. Кто здесь любит рыбачить? Здесь такие несколько, да, человек. Вот здесь вроде речка есть. Вы должны уметь здесь. Короче, Иисус проходит и видит. Я знаю несколько рыбаков. Я знаю, какие у них очень грязный рот. Вот у нас так говорят. Не знаю, у вас понятно или нет, это поговорка. Они любят слова говорить, которые, ну, они не хорошие. Они рыбаки, они такие, знаешь, они такие жестокие. Я представляю себе, рыбак, который только что всю ночь работал. Не отдыхал, а работал. Я представляю, какой он нервный. И какой, там, наверное, сейчас, там псих почти, он там. Я представляю, он, наверное, он там, написано, что он там мыл эти, нет, сети мыл. Я представляю, он, наверное, там пинал эту лодку, китал, наверное, кричал там на кого-то. Я просто представляю, как это быть уставшим, работал очень сильно, и ничего не было, никакого плода не было. Вы знаете, наши, наша сила, она имеет лимит. Если мы уповаем на себя, мы будем разочарованы. О, сильное слово, я сказал русский. Я сам в шоке. И смотрите, он проходит, и там две лодки, мне написано, что он две лодки видел. Я не знаю, почему только две лодки он видел. Нет, там написано, две лодки он видел. Почему? Это был порт, я надеюсь, что там было очень много лодок, потому что это, где все рыбачат. Но он заметил две лодки. Мне интересно, почему он заметил. Там написано, он заметил две лодки, которые пустые. Знаете, лодка – это символ твоей жизни. Лодка – это символ твоей карьеры, твоей семьи. что что ты имеешь если твоя лодка полная тобой он не может зайти в эту лодку а когда твоя лодка пустая тебя только тогда он может зайти и стать капитаном и он заметил две лодки которые пустые бог не может ничего сделать с лодками с жизнями которые полные вами он только может использовать те те корабли которые пусты и нами только тогда они могут полными ему им и он заметил и мне очень интересно там две лодки он заметил а почему мне все был такой вопрос почему он выбрал петра лодку а не я на якобы локту почему он говорит петр давай я в твою залезу и потом мне бог что-то показал очень очень интересное смотрите он заходит в лодку и он говорит петр давай поплывем я просто чувствую как петр уже такой нервный иисус ты спал всю ночь я работал и вот ты хочешь поплавать на моей лодочке здесь я хочу спать и не знаю как я буду обеспечивать свою семью и не знаю как я работников и буду платить и не знаю как здесь все рестораны суши хотят а я не могу им рыбу дать как я был к что будет и он как будто спикал упал самое в самое хуже место я знаю что вы проходите но иногда нам кажется что наши силы мы все делаем что правильно но все падает я знаю у меня были очень таким много моментов что я все делаю что надо но ничего не работает и в этот момент иисус приходит улыбка на лесу поспал хорошо ему все хорошо а он работал всю ночь и давай поехали вы знаете что понять пятую главу луки надо понять четвертую главу луки 4 глава луки иисус пришел к петру домой и он благословил его дом учил в этом доме и еще самое крутое это он это помолился за тещу если человек может за за тещу это это сильная благословена она встала и начала там убирать и готовить и петр очень был счастливы и петр вспомнил то что иисус сделал для него и мне кажется это мое мнение мне кажется что он себя чувствовал что он должен обратно иисусу вылаз такой вас кто-то вам добро сделал и вы чувствуете на мне тоже надо им кто-то вам подарок дал а мне тоже подарок им дать было такое у меня такое бывает и я думаю так что он наверно просто хотел дать иисусу то что иисус благословил его главное давай поехали иисус там учил все потом он поворачивается к петру и говорит давай пошли там глубже я хочу чтоб ты кинул свои сети он я просто я просто представляю что он начал смеяться с иисусом иисус я рыбак ты воду к карпендер деревьям с деревом плотник ты плотник плотник учит рыбака как рыбачить это тоже самое как адвокат учит heart surgeon тот который делает операцию сердце как делать операцию сердце кардиолог хирург ну короче вы поняли да как это одна профессия учит другую другую профессию как делать их работу вообще как это художник говорит рыбаку который профессионал знает и он говорит ему иди в неправильное место в неправильное время ну иисус ты вообще что-то понимаешь или нет как я пойду глубже если вы знаете как ловить рыбу сетями глуп в глубине никто не ловит сетями они только возле берега когда когда ну короче не буду вам объяснять все я это учил очень интересно их и утром рано 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 утром поздно ночью она рыба кормит там кормит они кушают рыба кушает возле берега и тогда они ловят вот почему петр знал где и как а теперь иисус вообще не знает про эту тему наверно нет ни разу своей жизни не рыбачил и он говорит профессионалу иди там где глубже там где никто не рыбачит в середине дня когда никто не рыбачит давай поймаем что-то я представляю петр такой иисус и интересно что здесь написано в пятой главе то есть в пятом стихе луки пятая глава пятый стих и там написано как он выражается иисусу и он говорит master как это слово по-русски учитель и потом он говорит такую такую фразу говорит мы работали всю ночь и ничего не купили но есть как там в конце но по слову твоему закинусь и но по слову твоему мне кажется он здесь было очень много сарказма мне это кажется ну ладно иисус профессионал учитель по рыбе ты что-то понимаешь ладно сделаем это мне кажется он реально чуть почему я думаю потому что как он назвал его учитель это слово учитель тот который знает о чем он говорит иисус не знает о рыбе он и он назвал его учитель или мастер или или chief ну короче наставник тот который знает об этой системе а иисус если честно он не знал этой системы но вы знаете что иисусе везде где иисус наступает юрисдикция есть слово юрисдикция меняется я был недавно в португалии португалии их не столица называется лиссабон и это был проведовал и мы там проезжали возле американского посольства мы проезжаем мне очень интересно и знаете когда я в португалии я должен повиноваться правилам португалии а когда я прохожу этот забор на посольство американская уже все правила меняются полностью другая юрисдикция правильно я правильно говорю как я вообще шоке с этой стороны забора португалия с этой стороны забора америка португалия америка везде где иисус становился юрисдикция менялась от этого мира до царства неба вы знаете что это право есть у вас почему чудеса работают потому что где я наступаю юрисдикция и правила меняются где я нахожусь уже не уже не правило этого мира уже правило небо где вы наступаете ваших школах ваших работах ваших семьях если вы понимаете что вас есть где вы наступаете все меняется и когда иисус стал на эту лодку он стал профессионалом лучше всех профессии в этого мира и то что он сказал она может быть еще не было ну в тот момент как он сказал вся рыба там оказалась в тот момент как ты говоришь слово наполненный дух и святом то что не было она начинается когда ты говоришь болезни доктора все знают но у них лимит потому что они знают эту систему и когда доктора подходят и говорят вот такая диагноз такой а ты потом заходишь я знаю другой ягод этот диагноз мне дал иисус христос 2000 лет назад и он сказал что он забрал все болезни и я решаю что это диагноз он выше он сильнее чем твой диагноз и когда я сюда наступаю теперь другие правила потому что я сын бога я имею тот же дух который иисус имел и везде где он наступал начиналось чудеса и и то что него то что невозможно в этом мире начиналось и он говорит петр пошли и петр и говорит ему ну так хорошо учитель а потом присылайте он выходит и он ловит мы видим что он ловит и теперь я понял почему он выбрал петра лодку они и я на якова лодку следующий момент все что иисус делает он делает больше чем надо это его характер везде мы видим все что он делал он делает больше потому что он хочет чтобы переливались или как это слово переполнял чтобы было больше чем надо петр наполнил полностью свою лодку что она уже тонула и что первое он сделал он не подумал о все я могу на на пенсию идти я могу сейчас поехать на на острове куда-то я могу в семье взять мы будем отдыхать где-то ой я богатый человек что было его первая фат его первые мысль первая шка была первое что он сделал у меня благословение не для меня я все что я все что мне надо я уже имею он уже это понял что он сделал я быстро когда мы начинаем иметь благословения жизнь для тебя а избыток это для людей которые вокруг нас и когда бог знал что петр сердце такое что это не только для него но это для его друзей тоже он сказал я стану в твою лодку я хочу чтобы иисус стал мою лодку я хочу чтобы иисус стал в твою лодку я хочу чтобы он взял нашу жизнь потому что он знает что мы щедрые люди он знает что мы даем больше чем у нас есть мы даем и даем и даем вы знаете ведь написано что у наш дух это как реки воды живой текут через нас вы знаете что это не озеро а это река озеро она не на не переполняется а реки они постоянно обновляются постоянно текут постоянно больше и больше и больше и больше из узнал что петр такой человек который не себе только думает но округи их я знаю бог мне дал это слово что это церковь будет церковь который понимает этот концепт переполнения что мы не только будем работать на себя и на свою семью но мы знаем что все для меня уже есть и я здесь в этой церкви в этом городе потому что этот город этот церковь эти люди нуждаются то что у меня есть и когда вся церковь будет понимать это пробуждение начнется сразу когда церковь будет ходить в этом откровении пробуждения начнется сразу пожалуйста не думайте о там люди которые бит бизнеса имеют они будут помогать нет ты должен помогать они будут помогать они уже поняли эту этот концепт концепцию теперь тело христова когда она активируется и начинает все вместе работать тогда пробуждение она просто проходит мы не молимся за пробуждение мы есть пробуждение пробуждение это есть дух святой и он в тебе надо нам не молиться господь пробуди наш город пробуждение в тебе ты становись и начни быть том иисусом тот дух который иисус имел в тебе и начни делать то что он делал и понимаете что где я наступаю атмосфера меняется атмосфера не меня меняет а я меняю атмосферу халилуя церковь и смотрите что интересно здесь 5 стих он говорит учитель наставник мастер босс а смотрите когда он получил это чудо как он иисуса назвал это в восьмом стихе когда прочитаем и увидев это симон петр припал коленем иисуса и сказал выйди от меня господи потому что я человек грешный это перевод чуть-чуть чуть-чуть не берет то что луки хотел сказать и другие переводы говорят он говорит господь ну лучшие переводы о господь видите какая разница в пятом стихе учитель пророк исцелитель хороший человек так как ты иисуса почитаешь тот яд иисуса и принимаешь оба теперь он увидел кто вообще иисус христос есть и он увидел что это не просто какой-то учитель не просто какой-то разумный пророк не просто какой-то человек который что-то знает о чем-то и он сказал о господь знаете что это господь это это слово господь это слово греческое кириос скажите кириос вот теперь вы все греки это слово кириос значит у нас у нас в америке есть такое слово ленд лорд как это по-русски привести ленд лорд тот человек который например это этот участок его я как собственник да и у нас это слово лорд используется ленд лорд если этом если я купил этот дом я считаю ленд лорд я человек который господь этого и я теперь мои правила там бывают я помню когда первый раз купил дом мне было 21 год с братом банк купил нам ну короче америка тогда бесплатно давал давала дома потом коллапс пошел и короче мы купили дом я с братом и у нас было пять комнат и мы вздавали в аренду студентам мы мы жили в одной комнате и другие четыре комнаты мы завали в аренду для учеников это бог нам дал такую крутку такую креативную идею и мы вообще жили бесплатно слава богу за такие креативные идеи аминь и потому что это был мой дом у банка ну мой моё имя там было написано если я банку плачу значит он мой и всегда когда новые люди приходили я им говорю слушай я здесь капитан или я здесь босс я здесь главный и вот наши правила если ты эти правила не будешь созидать уходи сюда и это слово господь значит что он owner как owner владей влади как владеец это его смотрите он не сказал петру выйди с этой лодки и больше не возвращайся нет-нет-нет-нет люди многие думают что если я даю свою жизнь богу все значит я не буду ничего делать то что я мне нравится или я не буду в своих талантах или в своих мечтах и не буду действовать ну что это уже бог нет-нет-нет-нет-нет петр вышел из лодки потом иисус мог зайти в эту лодку а потом иисус говорит давай петр заходи просто ты уже не капитан от лодки я капитан лодки все те мечты все те таланты все все то что вас он не забирает от вас он наоборот хочет показать вам как твои таланты и как твои дарования как это все будет само лучше работать он петра не забрал рыбачить он просто уже не рыбачил за рыбой он начал рыбачить за людьми его карьера не поменялась просто подход поменялся бог не заберет то что тебе нравится бог наоборот поможет теперь поставить на правильное место то что в тебе и в этот момент пётр говорит ян яков приходите и не только их не корабль был заполненный но и их не корабль два корабля пуметти инаком видел два корабля если бы иисус вид бал 5 кораблей которые были бы готовы он бы напал на 5 кораблей если безус видел 100 кораблей он наполнил бы 100 кораблей даже если столько рыбы не существовало он бы сделал столько рыбы у него нету лимита у него нету лимита помните эту молитву когда иисус учил учеников что мы закатимся три минуты помните эту молитву когда он учил не он говорит дай нам как-то как там а хлеб наш насущный дай нам хлеб наш насущный дай нам на сей день я начал изучать эту мне очень интересно изучать детали вы знаете дай нам если нам понять лучший перевод был вот так дай нам сегодня наш ежедневный хлеб я начал учить это слово дай нам сегодня тот хлеб который ты приготовил для нас каждый день смотрите это это меня просто дал такое откровение бог какой он какой наш бог дай мне сегодня тот хлеб который ты приготовил для меня для сегодня для завтра для следующего дня до следующего дня это слово она имеет 2 тенсит 2 тенсит а она имеет как два две временные present and future настоящее и будущее это слово она имеет в себе два этих времена 2 а а без два объяснения первое объяснение я не оба здесь первом сне не бог мне дает все что мне надо каждый день моего существования вот как то что работает бог меня уже давно сегодня слава богу как работает мультипликейшен умножение теперь я говорю господь дай мне то что ты меня завтра приготовил дай мне на сегодня вот это умножение и он молится дай мне сегодня тот хлеб который ты приготовил на все дни моего дай мне завтрашний хлеб тоже и теперь у меня есть больше чем мне надо почему чтобы я мог давать другим жизнь для тебя жизнь с избытком это для всех которые вокруг тебя и умножение когда мы говорим спасибо тебе иисусство все что мне надо уже есть теперь дай мне больше давай мы будем церковь который молится бог дай больше здания бог дай больше людей бог дай больше потому что нам надо достичь больше и бог уже это приготовил для нас и когда мы получаем это откровением вдруг то что завтра приготовил она происходит сегодня это наш бог и он приготовил на каждый день я могу уже расслабиться это не тоже ничего не делать нет я наоборот работаю сильнее потому что я знаю что все для меня уже готова я не делал с лентяем о все приготовлены это это вообще откровения боги не имеешь бог приготовил чтобы ты делал что-то аминь и мы начинаем понимать и мы отдыхаем в этой мысли мы в покое в этой мысли что бог уже все нам дал мне просто не сдаваться и делать то что бог не дал перед передо мной и теперь я молюсь бог дай меня то что в завтрашний день на сегодня потому что мне надо умножение чтобы многие люди имели больше потому что завтра он хлеб не закончится помните манна она не заканчивалась ты бери сколько тебе надо на сегодня потому что завтра она опять наполнится и я беру от завтра завтрашнего обещания потому что я знаю завтра еще будет бог тебе хочет дать мне один раз вопрос задал один друг я заканчиваю сейчас давайте встанем встань на ноги и говорит если тебе сейчас пришел бы миллиардер правильный белление если к тебе что пришел миллиардер вон сказал я хочу тебе подарить миллион долларов ну расскажи мне что ты будешь ними делать я только подумал я бы не знаю что я сказал бы вот почему к тебе миллиардер не придет и не скажет это потому что ты не знаешь что ты будешь делать давай мы будем иметь такие мечты я верю что бог поселает пастора в эту церковь и людей в эту церковь, которые имеют большие мечты. А большие мечты как правильно сказать? Присасывают? Притягивают больших доителев. Большие деньги. Большие видения имеют большие обеспечения. И не знаю, что у вас походит в жизни. Ну давай будем иметь большие видения, потому что у нас есть большой Бог. Потому что Он хочет сделать больше. Он хочет сделать еще. И Он хочет переполнять твою жизнь. У тебя уже все есть для твоей жизни. Теперь Он хочет переполнить. Если это слово было сегодня для тебя, я знаю, это для тебя, но если ты принимаешь это верой, я хочу, чтобы вы подняли ваши руки, я помолюсь, и я должен отсюда уезжать. Слава тебе, Иисус! Это не просто слово, которое ты дал мне просто так, но я верю, что это пророческое слово. И я верю, что партнеры который, пастыр сегодня говорил, будут умножаться, потому что люди понимают, что у них уже все есть. И мы должны больше давать. Тем больше мы даем, тем больше мы получаем. Господь, я провозглашаю прямо сейчас каждым человеком, что это тело Христово. И мы как тело, мы как церковь будем задействованы, и мы будем давать все, что у нас есть. Потому что мы знаем, ты уже нам даешь назад, ты приготовил для нас, и ты сказал, ты уже нам дал жизнь, и ты хочешь нам дать не только жизнь, но жизнь, которая есть избытком, которая переполняется и больше, и больше, и больше, и больше. Я благословляю эту церковь этим пророческим словом, что эта церковь будет переполненная всем. Переполненная чудесами, переполненная силой, переполненная финансами, переполненная лидерами, переполненная зданиями, переполненная любовью, переполненная все, что ты приготовил для нас. Потому что мы твои дети, и ты хочешь достичь этот город через нас. мы не будем просто молиться за пробуждение но мы будем и мы будем быть пробуждения во имя иисуса христа если ты принимаешь на прочность к слову скажи аминь скажи аминь скажи аминь